Убийцы – новая элита России. Из путинских солдат в РФ будут делать госслужащих и менеджеров. Люди готовы идти на самые крайние аморальные меры для достижения тех результатов, которые перед ними выстраивает государство в обличии тирана, в принципе и являются сегодня передовиками российского общества. Путинские прихвостни уже запустили сбор заявок среди действующих захватчиков и тех, кто смог вернуться из мясорубки в Украине в рамках кадровой программы с пафосным названием «Время героев». За несколько дней в программу записались 20 тысяч оккупантов. Их будут переучивать для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. В глобальном разрезе и в глобальном масштабе вчерашние убийцы и маньяки, сегодняшние руководители государственных предприятий и местные чиновники – это вполне ложится в ту концепцию, которую Путин пытается создать. Как и чему будут учить, единственный координатор этой программы объяснить журналистам не смогла. Все еще в разработке. Зато в лучших традициях Совка на сайте программы «Цитата вождя», из которой понятно, что именно об этой инициативе Путин говорил в своем недавнем монологе. Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении. Возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты. Такие подлинные герои и патриоты. Однако на деле герои Путина – это те самые, что пришли на чужую землю отбирать и убивать. Так вот, палачи украинцев, оккупанты и военные преступники, вернувшись домой, продолжают геройствовать по-путински. И даже в российских СМИ массово фигурируют как насильники, грабители и убийцы. В Челябинской области, служившей в ЧВК «Вагнер», Константин сломал глазницы своей бывшей жене Татьяне и заплатил за это 5000 рублей. Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган во время полевых сборов избил 10-летнего мальчика по голове палками за невыполнение приказов. В Челябинске, вернувшийся с войны, убил бывшую жену в присутствии трехлетнего сына. Часто за свои преступления путинские солдаты получают более мягкое наказание, ведь в суд приносят свои медали за оккупацию Украины. Теперь же Путин выводит убийц на совершенно новый социальный уровень. И он будет дальше и дальше этих людей двигать, потому что их полномочия, их возможности в рамках российского общества также будут расширяться. Они будут получать дополнительные преференции, будут богатеть. Но при этом их аморальная составляющая и отсутствие каких-либо норм понимания того, как должен существовать человек культурный, воспитанный и развитый, будет укреплять путинскую власть. Все это вполне объяснимо. Те, кто пошел убивать, яро поддерживая идеи путинизма, или из-за рабского мышления, не найдя возможности избежать мобилизации, явно станут отличной опорой для режима. И еще больше приблизят российское общество к реалиям Северной Кореи. Путин пытается продвинуть людей, которые участвовали в военных преступлениях на территории Украины, в собственной системе на позиции намного выше. А вот эти же головорезы будут с такой же иезуитской жестокостью вырезать всех несогласных с режимом и делать российское общество без того лояльное, еще более опорным.